Друзья, я хочу вам рассказать об одном оскорблении всех харьковчан, об одном плевке в лицо всем харьковчанам, которое совершено в Харькове, об одном глумлении над нами. Об оскорблении, о символе оккупации. Вот это вот московская пропагандистская организация, бывший отдел по делам религий ЦК КПСС. Вот он. Сейчас он называется Московская Православная Церковь. Вот здесь вот, прямо в Харькове, воткнул нам памятник Улузбеку Золотой Орды. Улузбеку Улуса Джучи. Ну, я вам напомню, я переписал из справочника, что Улуз Джучи, это был Улуз Золотой Орды. Династия Джучи им правила. Династия Джучиидов, вот я читаю со своего планшета, с 1236 года по 1359. И династия Улузбеков Улуса Джучи состояла из ханов Баты, и Сартак, Улакчи, Берка, Менгутимур, Туда Менгут, Тулабуга, Тахта, Узбек, Танибек, Джанибек и Бердебек. Так вот, на протяжении царства трех ханов Золотой Орды они дали ярлык на княжение своему Улузбеку, то есть назначили своего Улузбека по делам Улуса Джучи, то есть Улузбека в бывшей, так называемой, ну, бывшей Руси. Значит, это Тулузбек трижды подтвердил свое право на княжение Золотой Ордой. А именно, в 1258 году поехал в Золотую Орду, Тулузбек подтвердил свой ярлык на княжение от хана Улавчия, пробыл год там и, угрожая новым вторжениям, добился от новгородцев согласия на платежи двух видов Дании Золотой Орду – Тамга и Десятина. Это он поехал в 1258 году в Хану Улавчию. Кроме того, он первый раз получил свой первый ярлык на княжение в 1248 году. Поехал в 1247 году и вернулся из Каракарума с ярлыком лишь в 1249 году. И второй раз, ну, это первый раз, сначала был третий, и в 1251 году поехал, когда в Орде победил хан Мунки, он поехал в Орду к хану Мунки. Вот, значит, что мы тут знаем об этом поездке. Новгородцы отказались платить дань Золотой Орде. Он приехал, казнил всех отказавшихся новгородцев. Вот я читаю, значит, из справочника. От нового носа урезавши, а тому очи вымывши. И посадил на княжение Новгородом своего семилетнего сына, который и обеспечил перепись улуса Золотой Орды, городов Золотой Орды. И сбор вот упомянутых двух видов Дани в Золотой Орде. Значит, прославился он не только тремя поездками в Золотую Орду и принятием трех ярлыков от золотоордымцев, от ханов, правителей Золотой Орды. Также он прославился феноменальной борьбой с украинцами. В частности, Иннокентий IV, Папа Римский, короновал на царство Украиной Данилу Галицкого. И Данил Галицкий боролся против Золотой Орды, которую представлял в Руси вот этот узбек. Установивший такие прекрасные отношения аж с тремя ханами-правителями Золотой Орды. Чем он еще прославился? Он прославился тем, что ему удалось отстоять Золотую Орду от европейского влияния. Например, в 1200... Сейчас смотрим мою шпаргалочку. Значит, в 1251 году к нему присылал Иннокентий IV, тот, который короновал на княжение Украины Данилу Галицкого. Он встречался с посланниками и отказал европеизации Руси. Отказал, чтобы Русь была европеизирована и, наоборот, ну, как и положено хану Золотоордынскому, отстоял интересы Золотой Орды. Вот, что мы еще знаем об этом интересном персонаже, которым здесь нам воткнули вот эта вот московская пропагандистская организация. Мы знаем следующее обстоятельство о нем. В общем, короче говоря, вся жизнь этого человека была посвящена лишь одному служению Золотой Орде и борьбе с европеизацией Руси. В основном его вотчиной был Новгород. Ну, что значит вотчиной? Находясь в Золотой Орде непосредственно, он оттуда посылал угрозы и угрозы оккупировать Орду, оккупировать Ордой Новгород и давить, ну, давить вольнодумство. Тут вот есть перечень восстаний новгородских, которые он подавил. А также он боролся с литовским княжеством. В частности, в количестве 25 рыцарей известное его так называемое ледовое побоище, где 25 человек потонуло. Ну, побоище, конечно, условно. У нас бы это просто сказали. Небольшая потасовка. Что мы еще знаем? То, что более около 100 улиц в России, поселков названным именем, стоит 20 памятников в России. Есть орден, главный орден Российской Федерации. Это орден Александра Невского. А также главная подводная атомная лодка проекта Борей. Это названо именем Александра Невского. Российская подводная лодка. Кстати говоря, Россия рассматривает, ну, собственно говоря, с которой Путин непосредственно нам угрожал ядерным ударом в 2014 году. Если мы, собственно говоря, это известная история, как Путин звонил и угрожал ядерным ударом. Собственно говоря, угрозы ядерным ударом непосредственно, так сказать, вот эти ракеты, собственно говоря, с этой лодки Борей, вот с этой лодки Александр Невский, то они, собственно, и могли прилететь. Никаких таких особенных сухопутных сил у них не нацелено на нас. Только вот есть мобильные платформы лодка Александр Невский, с которой Путин угрожал нам ядерным ударом по Украине. Ну вот, что к этому можно добавить, ребяточки? Уважение к себе. Вот оно, вот это не художественная ценность. Это вот символ оккупации. Это символ того, что над нами можно глумиться. Поставить, да, ну, поставить нам вот имя памятника, который избран, имя России. Это официальное имя России. На всех конкурсах он побеждает. Орден Александра Невска, атомная лодка, с которой нас угрожали разбомбить ядерным оружием. Улузбек Золотой Орды, получивший, трижды подтвердивший право на княжение право на княжение у трех ханов Золотой Орды, непосредственно у Батыя, у лучшей, третей, у меня тут записано, а вот, хану Мунки. В 1251 году получил от хана Мунки подтверждение ярлыка на княжение в Золотой Орде. Вот такие у нас стоят памятнички, ребяточки. Вот такие вот памятнички у нас стоят в Харькове, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, что здесь происходит. То есть у нас есть памятник Ленину, но это, пожалуй, еще круче Ленина. Ленин-то, может быть, даже напрямую не воевал с нашими кизнями, а этот вот товарищ напрямую воевал с, допустим, даже с Данилой Галицким, вот, который боролся против Золотой Орды, который в Руси Золотую Орду представлял вот этот вот товарищ, так сказать, товарищ. Вот так вот, ребяточки. Уважение к себе, оно начинается с... оно начинается с себя, понимаете, с себя начинается уважение. Вот. Это, в общем-то, даже больше, если бы мы поставили памятник Бандере или Шухевичу прямо в Кремле. Это даже больше. Ну, или Данилу Галицкому, там, в крайнем случае, если говорить о тех, кто был, жил в те времена. Или папе Иннокентию Четвертому, который пытался Украину сделать более-менее частью Европы. А вот этот товарищ, получив ярлык и подтверждая его, ну, в своей жизни он лет пять, как минимум, пробыл непосредственно в Монголии, непосредственно, не в Новгороде. Из Монголии он, собственно, вел управление Золотой Ордой, посылая лусам джучи, посылая гонцов, давя тут вольнодумство. Он, собственно, и обеспечил, собственно говоря, перепись городов Золотой Орды, то есть два вида даний. Перепись и платежи даний. Вот такой памятничек нам поставила Московская пропагандистская организация, бывший отдел ЦК КПСС по делам религии. Поставила нам здесь, в Харькове, вот, чтобы вы понимали, что здесь творится, что здесь творится. Вот, я коренной харьковчанин, у меня, я не только сам здесь родился, у меня здесь мама родилась, в девяностом доме, где был украинский колбас и булочная. Дедушка, бабушка, здесь же харьковчанин, в принципе, неподалеку от центра, не в этом доме родилась, но и здесь же. И вот для меня вот этот памятник, прямо рядом с моим домом, это памятник Кулузбеку Золотой Орды, подтвердившего, получившего ярлык от Батыя, Ханамунки, Кулужчи и обеспечивавшимися платежи Дании в Золотую Орду, давившего здесь восстания, канонизированного вот московской пропагандистской организацией, похороненному где-то в Питере. Здесь орден Александра Невского, главный орден России, подводная лодка с названием Александра Невского, с которой Путин собирался разбомбить Украину. Вот для меня вот все вот это прямо под моим домом, под моим окном, где я родился, где я прожил, где мои родители жили. для меня нет большего оскорбления. Ну, Ленин только еще больше меня оскорбляет. Но вот это, это просто, у меня просто уже нет слов, да. вы видите, друзья, и вот здесь россияне приезжают и фотографируются возле этого памятника. и фотографируются. Спасибо. Спасибо.